Сегодня в Приволжском суде Казани рассмотрели дело о насилии в отделе полиции Дальней. Прокурор зачитал обвинительное заключение бывшим участковым Ильшату Гарифулину и Рамилю Нигбадзянову. Суд выслушал четверых свидетелей, среди них бывшие сотрудники отдела. По их собственным словам, они напрочь забыли обстоятельства происшествия. Подробности далее. Миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Да, по 500 тысяч с каждого обвиняемого. С такого искового требования началось сегодня заседание по делу бывших участковых отдела полиции Дальней. Брат погибшего Игорь Назаров сегодня первым дал показания. После вызвали свидетелей, бывших сотрудников отдела полиции. По их словам, они напрочь забыли обстоятельства происшествия. Самым популярным ответом на вопросы адвокатов и прокурора было уже не помню. Я считаю, что те показания, которые мы услышали именно от свидетелей обвинения, часть этих показаний мы будем трактовать как доказательства в пользу защиты Нигбадзянова. Последним выслушали знакомого Сергея Назарова. Мужчина в подробностях рассказал о событиях, которые предшествовали трагедии. В тот день мужчины зашли в магазин за выпивкой. По словам свидетеля у кассы, Сергей Назаров шепнул ему, что намерен украсть шоколадку. Именно этот момент зафиксировали камеры наблюдения магазина. На основании этой записи бывшей участковой доставили Сергея Назарова в отдел полиции. Ну что спрашивали? Спрашивали, видел я? Я не видел. Это раз? Как задерживали? Нет, как брал он что-то. А когда показывали запись, было видно, что он берет, а что? Непонятно, может сдачь. Эту запись ему несколько раз покажут в отделе. Там же он последний раз увидит Сергея Назарова живым. Подсудимые пока никак не комментируют слова свидетелей. От дачи показаний они не отказываются. Просто очередь до них не дошла. Их адвокаты отвергают обвинение в служебном подлоге. Органам предварительности следствия считают достаточно доказательств собранных по обоим эпизодам, то есть по обоим квалификациям. Поэтому мы будем поддерживать эту позицию. Но в дальнейшем это уже по рассмотрению уголовного дела. Пока прежде времени говорить. Заседание продолжится завтра. Суд вновь выслушает свидетелей. Возможно в зале появятся и врачи. Эльмира Заляева, Илья Шорин, Вести, Татарстан.